А перед просмотром этого ролика советую, дружище, посетить канал ТОП ДОТА. Автор всегда общается с подписчиками и делает реально интересные видосы, которые помогут тебе лучше катать в нашу любимую игру. Если тебе не хватает гоноты, то заходи и подписывайся. Ссылка есть в описании и на экране. И так, народ, всем привет! У микрофона, как всегда, самовар, и сегодня я вам расскажу о пяти признаках идиота в ДОТе. Не стану делать какое-то долгое предисловие, идиот он и есть идиот. Если вы обладаете хотя бы одним из этих признаков, то поздравляю вас! Вы идиот! Ну или, по крайней мере, вы просто плохо играете. В общем, поехали! Итак, первый признак идиота я назвал как лесной идиотизм. Почему он лесной и почему идиотизм? На самом деле, всё очень просто. Обычно люди, обладающие этим признаком, просто обожают пикать лесника и идти фармить им лес. И всё бы ничего, но этот недоумок фармит до тех пор, пока ему не снесут трон. Он тупо сидит всю игру в лесу и бьёт крипов. Нет, он не помогает команде, а тупо бьёт крипов. И даже когда он чудом, чудом отфармил уже какие-то артефакты, которые помогут ему убивать не только крипов, то он всё равно будет фармить. И делать этого будет, несмотря ни на что. Ломают вышку? Ничего, я ещё пофармлю. Горят бараки, ничего страшного, Тима дефит. Упал трон, но Тима раков, фармил как бог. Блин, да как же у меня горит от этих идиотов. И горит не из-за того, что команде придётся играть вчетвером всю игру, а потому что он действительно думает, что его Тима обязана тянуть время, чтобы этот болван что-то там выформил и подстраиваться под него. И этот кретин думает, что он самый важный персонаж на карте, который чуть позже выйдет и всем сломает лица. Но это не так, ты просто бесполезный идиот, который ничего полезного не делает для победы. Но больше всего у меня горит от того, что такие люди начинают видеть свою команду в том, что она сливается и видит. Боже, да что с тобой не так? Конечно она будет сливаться! Ведь у вражеской Тимы есть преимущество в виде пятого героя, который фармил на лайне и убивал, пока ты дрался в лесу с крипами. Бесполезный ты, дебил. Второй признак идиота я назвал профессиональной керри. О, да, мои любимые керри. Это почти тот же самый лесник, но уже на лайне. Суть та же, фармит просто до посинения. Зачем? Да потому что он керри. В улрандуме выпало 5 керри, разумеется, никто не купит куру. Все ведь керри, и никто не сможет потратить 120 голды. Гораздо же важнее купить перчатку на силу или еще какое-то говно. И вливать, что 120 голды, это, грубо говоря, 3 крипа. Три! Вы понимаете? Неужели так трудно просто добить 3 крипа и купить куру? Гораздо же проще каждые пару минут бегать пешком на базу за артефактами. Просто, ну я не знаю, это вершины идиотизма, серьезно. Третий признак я назвал бесполезный саппорт. Вот вы пикаете персонажей, и решили поиграть на керри, мидере или инициаторе. Просите взять саппорта. И вашему счастью нет предела, в вашей команде есть он не найд. Герой, который способен вытянуть весь замес за счет своей ульты, способный спасти любого от неминуемой смерти, а также кидать репел на свой керри, чтобы его не смогли зафокусить. Идеальный герой просто для команды. Просите купить курьера и варды. Я в керри. В вашей команде больше нет саппортов. Омни Найт был единственным саппортом, но он идет в керри. Всю игру кидает репел и хилит только себя. 30 минут фармит Сашу Яшу, ибо другие керри не дают ему фарма. Боже, ну каким нужно быть кретином, чтобы так поступить? Не обязательно, Омни Найт, эти извращенцы любого собирают в керри, и думают, что это очень оригинально и интересно. Но на самом-то деле, это просто третий признак идиота, и ничего более. Я не стану говорить, как нужно поступать и как нужно играть, но это просто кошмар. Мне кажется, что эти люди реально больные, больные и слабоумие. Четвертый признак я назвал просто. Мидер. Суть предельно просто. Ферс пиком берет мидера, чаще всего пуджа, и как ни странно, идет сразу же на мид. Нет, не чекать руну, не стопать крипов, а просто стоять по Т1. А зачем? Ведь ни на что мозгов-то больше не хватает. Поэтому стоит столько ждать крипов и пытаться хукать. А гангок, разумеется, вообще можете забыть. Мидером так же, как и у АСС. Также заранее стоит попрощаться с вышкой на миду, с хорошим счетом и тащим вашего мидера. Почему? Потому что на каждом пуджае в ферс пиком есть своя гуля, квопа и инвокер. Короче говоря, посмотрите на эту схему и сами все поймете. Можете поставить на паузу и рассмотреть получше. Ну и пятый признак я назвал овощной идиотизм. Почему овощной? Да потому что иначе это никак не назвать. Это реально просто тупой овощ. Он просто есть, но ничего не делает. Вроде как он бегает, если кто-то скажет человеку, обладающему таким признаком, то в ответ вы ничего не услышите. Даже не надейтесь. Что бы вы ни говорили, чего бы вы ни просили, как бы ни орали, в ответ последует лишь молчание. Я реально не знаю, почему так. Мне вообще иногда кажется, что вместо игрока мне в команду закинут какого-то бота. Он играет как бот на пассивном уровне и ведет себя так же, как бот. У меня была теория, что по ту сторону экрана сидит человек, у которого просто нет колонок и наушников. Но что-то ему мешает читать и писать в чат. У него что получается, экрана нету? Как такое вообще возможно? По-моему, гораздо логично, что за компом сидит просто овощ.